Привет народ, с вами я Алекс. Много людей спрашивают, какие элементы учить сначала. Многие люди выучат какой-то элемент и не знают, что учить дальше. Сегодня я постараюсь все разложить по полочкам и коротко ответить на ваш вопрос, что учить сначала. Итак, сначала я советую вам учить самые простые и самые основные элементы. Это уголок и крокодильчик. Дальше два элемента вместе, это выход на одну и подъем с переворотом. Дальше офицерка и разные виды крабиков, или же капитанский. Также на этом этапе можно учить различные фишки в подтягиваниях и отжиманиях. Все эти элементы, которые я назвал, реально выучить за один день. У меня даже есть видео на канале, где я на практике за несколько часов учу новичков этим элементам. И они научились. Так, дальше у нас идет любой технический элемент. Это склепка, замок, стульчик, топорик, бабочка, перелет на 180, обороты в упоре, оборот в замке, санжировка. Или любые другие технические элементы. На этом этапе у вас уже достаточно сильный хват, вы уже немного привыкли к турнику и у вас уже достаточно хорошо развит вестибулярный аппарат. Поэтому вполне реально выучить какой-то 360, x-вилет и перелет углом. Дальше любой элемент несложный и нелегкий. То есть элемент среднего уровня. Когда ваши мышцы уже немного окрепли, можно учить уже более сложные элементы. В первую очередь, думаю, это должен быть выход на 2, горизонтальный упор и ласточка. Есть один элемент, который я советую учить, в принципе, с самого начала, даже до выхода на дно. Это стойка на руках. Это крайне полезный элемент, который послужит вам хорошей базой в плане физической подготовки, особенно для новичков. Плюс у этого элемента есть различные вариации и усложнения элемента. Такие как стойка на одной руке и мексиканка и другие. Есть еще один достаточно сложный элемент, который можно учить с самого начала. Это солнышко и луна. Да, это красивый элемент, которым можно удивить наблюдающих. Это основные элементы, которые я советую вам учить с самого начала. Все, после того, как вы выучите хоть половину с того, что я вам здесь наговорил, думаю, вы сами уже будете знать, что и после чего вам учить. Ведь не обязательно учить все строго по порядку, как я вам здесь рассказал. Вполне реально выучить в самом начале тот же 360, не умея даже склепки. Суть такова, в воркауте нет строгой последовательности изучения элементов. То есть, что вам нравится, то и учите. Вот и все, друзья, я ответил на один из самых частых задаваемых вопросов. И надеюсь, я помог вам. С вами был я, Алекс. Пока-пока.